Удивительно, что даже в 22-й день турнира можно чему-то научиться. Вот ребята из команды Alliance только что на собственной шкуре научились играть против Арквардена, хотя не факт, потому что их огрели, но смогут ли они в другой раз справиться с этим героем, это еще большой вопрос на самом деле. Не знаю, появится он на следующей карте или нет, но по-моему его надо подбанить. Я бы брал. Я бы брал. Нет, я брал на месте. Ну, я имею в виду Аликом надо подбанить, потому что пока что это забавно выглядело. Взять Шторма, взять Свена так же, просто добираться. Взять Свена так же и делать все то же самое, что на предыдущей карте. Делать то же самое, просто иметь плюс героя, который может отпушивать. Ну, или взять Кунку, который, опять же, крест кинул, прилетел, отпушил, ушел. Слушай, ну, так понимаешь, не было же необходимости в том, чтобы добрать еще каких-то героев, потому что у них реально был Свен, собери ты, а гоним, и все. А у него он появился, когда у него нетворстом на 24 тысячи. Смотри, смотри, проблема зачастую не в том, что ты добираешься Арквардена и лупишь его, а в том, что ты не видишь, где Аркварден. То есть, тебя душит пак по одной линии, иллюзия Арквардена, который убивай, не убивай по другой линии, где-то летает, там, Рубен что-то пытается подвигать линии, и ты вот на 20-мете выиграл игру, но к 40-мой подходишь к хайграунду, потому что 20 минут тебя покатят по карте. И вот этого надо бы как-то попробовать избегать, и для этого нужны герои, которые могут в соло или дабло и как-то убивать у героев противника, ловить их. И поэтому у нас часто встал появляться Братрум, он же Спиритбрекер, Клакверк, Штормспирит, Фурион и все вот эти герои мобильные, мобильниче. И здесь, как раз-таки, я считаю, большая недоработка была именно со стороны Бэтрайдера, что он не справился с задачей и не поймал всех этих героев. Вообще, да, Бэтрайдер у него тоже была цель одна — это найти Арквардену. В принципе, вся игра была найти одного героя. Не нашли. Но он цеплял Вингу, цеплял Рубика в Лотус, он что угодно делал, только лишь бы не Аркварден, то есть все что угодно. А натурально вообще, вот когда Аркварден не собственной персоной в драке присутствует, а только с помощью иллюзии, ну, в копии, что с ним делать? То есть, как ты его будешь искать, если его нет рядом просто? Ну, ты сейвишь один кулдаун, в данном случае лассо Бэтрайдера. И потом идешь его искать? Ну, то есть, допустим, Свен уже дерется, там месяц одного, второго, третьего, Бэтрайдер сейвит лассо и ждет, когда Аркварден появится в замесе. Вариант А — Аркварден не появляется в замесе, его нет, Свен всех убивает. Вариант Б — Аркварден появляется в замесе, Бэтрайдер дает лассо в Арквардена и подвозит к Свену. Ну, это два таких самых частых... Вариант третий — Бэтрайдер отдает лассо в кого-нибудь, кто там бегает рядом со Свеном, и Аркварден появляется и убивает всех. Это то, что было на второй карте. К разговору об Арквардене он в пике еще не появился, но появится. Ну, по-моему, суть по всему появится. Но вчера была похожая игра. Вот никбы. Марс — это на опережение. О, они же подготовились. Это самый вообще сильный, самый противный герой против любого стрелка в доте. Вот, не знаю, вот раньше, когда я играл на дровке, когда Марс был в мете, я обонял только Марса. У меня там на дровке дикий винрейт, и, ну, просто там в пати обузили, было весело. Короче, это супергерой. Но Марс ставит эту штуку, вот эту штуку большую, такую огромную, и сколько бы урона у дровки не было, даже если она собирает БКБ, она не может пробить эту арену. А если она в эту арену заходит, то, естественно, теряется, да, теряется баф, и все. И вот Марс — это конкретно один из самых сильных героев против стрелков. Вообще сильнее героев в доте, я думаю, просто нет. Ну, звучит бесконечно обнадеживающе. Осталось увидеть, как это работает. Это причина, почему индексер. То есть если брать конкретно позднюю составляющую, Марс, он все эти страты разваливает. Митя, я увидел скепсис в твоих глазах, бровях и остальных прекрасных штатах. Ну, потому что, смотри, ты, если ставишь арену в Аркварден, его сопет венга. Если не ставишь арену в Аркварден, ты не бьешь Аркварден, то есть проблема не решена. Ты можешь пережить вот этих 5-10 секунд арены, не умерев сразу. А что дальше? То есть стоит Аркварден фулловый, все, так же в тебя стреляет. Вот только Спарк вообще накидал прямо туда внутрь. То есть, мне кажется, Марс — это хорошая история, хороший замес. Опять же, неплохой килл-потенциал в рамках линии и все прочее, прочее, прочее. Но вот обычная игра с Аркварден начинается, опять же, с арковая, когда он доформил. Но вот в этом моменте Марс ему ничего не делает. Вот это проблема. Так это же не его задача, что-то делать Арквардену. Если взять того же Дарксера, который был в прошлой игре, он тоже ничего не делал Арквардену. Все так. И процентов 90-го флейнеров ничего не делают кору по эропозиции, потому что их задача немножко другая. И вот надо найти героя, который будет. Надо, да, поэтому... Поэтому не надо, зачем брать Марсу? Нету претензий, что он хорош против Арквардена. Ты ставишь ульт, и сколько бы у Аркварда не было слотов, он не будет дамажить в эту арену. А? Спарки. Ну, учитывая, что там первые 5 секунд стабильные люди бегают блэкинг-баров, это тоже не особо работает. Поэтому я бы сказал, что Марс, на мой взгляд, это вообще один из лучших героев против стрелков. Посмотрим, как это все обернется. То есть я, опять же, пока настроен скептично, но не предубежден. Я думаю, что шансы неплохие у Альянса есть, даже так. Другое дело, что первая из просто карты была о том, что появился на второй пик Аркварда. У тебя 4-3 героя, чтобы его закрыть. И ты его не закрыл, грубо говоря. То есть появился Бэтрайдер, да, появился Свен, да. Сыграли так, что его не закрыли. Сейчас, смотри, Шаркварден, у тебя 4 героя, чтобы его закрыть. Закрывает его Марс, но он ему мешает. Нет, Марс создает условия для того, чтобы его убить. То есть если, например, Аркварден будет в центре, ну, ему конец. Если он будет вдалеке, он хотя бы какое-то время не дамажит. Плюс у Марса хорошая совместимость с Фениксом. Очень крутая совместимость. Ну, если, конечно, они будут это использовать. Марс поднимает щит, нажимает третью обилочку, по Марсу убьют. Точнее, если пытается убить яйцо Феникса, ну, как минимум, стрелковый урон, он перенаправляется на Марса, и за счет этого яйцо Феникса разбивается помедленнее. Звучит как план, но, получается, надо найти еще кого-то, кто будет портить жизнь Арквардену. Да, и вот тут какой-нибудь должен появиться сейчас, я не знаю, там, кто именно. То же самое. Спектра, Антимаг, Сларк, вот это все. Все, что сейчас забанят, а из тех, кого не забанят, ну, какой-то некробус, который будет просто идти в души через ультимейт. Причем, посмотри, Сларка забанили уже... Прямо это, заранее, чтобы осводить себе еще один бан на всякий случай. Они же так делали в прошлой карте, вот у них уехал Войт еще на вторую стадию. Вопрос, насколько они боятся Вайда и Мивингу в пуле. Я думаю, что не особо, если честно, я думаю, что Вайда надо оставлять. Это игра еще уникально тем, что в пуле у нас остался Doom, и никто его не взял на первую стадию. Ну, тут просто немножко эта история... Да понятно, но вы прикиньте, 22 дня спустя. Но это уже пошли на стол, когда люди думают о стратке. То есть, вот, например, в Диван-дивизионе там, ну, как-то попроще, там реально люди просто берут героев, как же скажем так, они просто берут героев, и зачастую они просто берут сильных героев и ими выигрывают. А здесь уже комбинации начинают показывать себя. Это как раз думал хорош тем, что можно и Феникса закрыть ультимейтом, и Марсу, если вот ворваться в Марса в первом, это просто кусок по итогу получается, который не дает вообще ни одного спыла и погибает. Фу, гневич какой-то может подспасти, я думаю, Альянс. То есть, как герой, который наносит урон и в поляну Арквардена, и который в целом имеет обилку, который не дает бить с руки по себе или по тиммейту, то есть хочется чего-то вот такого. И опять же, максимально важно иметь героя, который в случае победы на линиях позволит тебе пойти и закончить игру в свою пользу. Минут за 20. Опять же, то есть герой с тавер-дэмэджем, либо который быстро бьет, Фурион, Пугневич, все те же самые ребята, которые просто идут и душат тебя. С плюс-слотами и Альянс, вот надо добирать что-то. Ну, слушай, Пугна звучит неплохо, но она не звучит как герой, который здесь что-то сделает. Ты не всегда хочешь иметь НТВ, которого можно либо задумать, либо заслапать. Там любой НТВ падает моментально. Да, вариантов убить просто этого парня тут довольно много. Пока есть вариант хороший, как по мне. Кстати, Марфаза Байренс оценит. Я, кстати, БТВ все еще считаю, что Мор был бы лучше Свена. Ну, просто потому что две волны, вот, две волны — это сила. Против любого стрелка, там, Аля Дровка и Аркварден, ну, когда вот умерет талант, ты прыгаешь, потом еще раз, и, естественно, никто тебе ничего не сделает. Судя по всему, нас ждет сегодня Рикки или Фантом Ассасин все же. Я за... Ливый Шторм. Я за Шторм Айси. Я за Лансер. Лансер убивает вообще все. То есть, три героя, мы ничего не делаем. Три героя, ноль АОЕ, вот, ноль АОЕ. Ты как, посмотри, у нас видел пик вот такой, где ноль АОЕ? Когда вы видели ноль АОЕ? Ну, примерно вчера у нас бегал парень на Арквардене и убил Пэлла. Красавчик, но сейчас... Вот так, как там было? Ведь, по идее, Пэлл же должен выиграть. Типа того, но у Арквардена 15 тысяч, например, а у Пэлла 7. Понятно. И бежит Аркварден, у которого иллюзия с милонером, сам с милонером. В этой истории тогда можно сказать, что Аркварден всех убивает. Если у Арквардена будет 15 тысяч, а у любого Кура 7, Аркварден убьет любого героя. Но тут есть проблема, что это не звучит, как что-то из ряда вон. Это скорее норма. Чайка. Чайка. Я уже не глядя, ставлю на ладж, чтобы они не взяли. Я вижу чайку, я ставлю против нее. Она уже выиграла, Владимир. Понимаешь? Прямо тебе. Ты перестал? На ком катать? На линии. На линии, естественно. А ты смотришь? О, какая прелесть. Димон, я под них засыпаюсь, я под них просыпаюсь, Димон. Там весело. У-у-у, не, ну. Столько крутых решений есть под грима. Ты берешь ТБ. Ты берешь ТБ, да. Ну, он надежный. При этом смотри, у тебя теперь нет хорошей комбинации под Винксвелл. У тебя теперь нет хорошей комбинации никакой с ультимейтом грима. У тебя просто три героя, которые ничего не делают. У тебя получается грим, чтобы что? Чтобы дать Сандербулту грим-строка и ничего не произошло. Ну, даже щит особо ни с кем не синергируется. Он просто такой есть. Поэтому вопросики, они вот остаются и никуда не деваются. Да то ТБ, вот дядя, который очень хорош в лейте. Если игры затягиваются, то он всегда актуален. Плюс ТБ отличная совместимость с Марсом. Он иллюзиями в лейте всегда дает вижен, хоть какой-то. И Марсу проще прыгать, потому что без вижена в лейте вот ворваться в толпу и еще подать копьем, после этого, ну, почти анрил. Ну, с другой стороны, там тоже против них играет парень, который в лейте нормально плавает. Он нормально плавает, но если мы будем брать конкретно 10 слотов против 10 слотов, я всегда поставлю на ТБ. ТБ почти любого героя, по-моему, кроме Фестерис Войда в лейте закапывает. Ну, у него слишком крутой скейлинг вообще от статов, там, от всего вместе. Ну, посмотрим на счет скейлинга статов и всего прочего, потому что был у нас уже не один пример на этой лиге, где ТБ играет против Арквардена, и ТБ в целом стабильно побеждал, потому что Сибир Леббис, но просто вервался в толпу. Ну, то есть Арквардену, естественно, нужно сделать так, чтобы у него было больше слотов, чтобы, например, ТБ было 4, а Арквардена 6, тогда там шансов очень мало у ТБ. Но если будут на равных, и остальные герои не подкачают, то здесь уже очень многое зависит от ультимейтов, а именно Арена Марса, ультимейт Феникса, ультимейт Дума. И, как бы смешно ни звучало, как залетит стрела Мираны. Ты же помнишь моего матча, где я комментировал, помнишь? Который? Там была чайка Мирана Мид. А, да, да, я был там. Когда Феникс поймал. Она набрала 17 тысяч преимущества и ничего не смогла сделать. Она даже не смогла вышку снести. КПК, насколько это бесполезный герой. Что ты сделал с ним, Дима? Оставил бы ему хоть шанс. Так, ладно, шанс не шанс. Опять, судя по всему, если эта Патма пойдет с Думом, ну, это, вероятно, так, то они хотят героев в центр и центр. И нам нужны герои в центр и центр. Ну, в центр прям прыгуны напрашиваются для Five Men. Слишком как-то мало всего Alliance. Я бы Штрама банил на их месте. Все еще есть герой, который здесь летает. Ну, который убивает Арена. Ну, тут, в принципе, и в одну и в другую сторону он заходит. То есть, с одной стороны, он рвет Арк Вардена, и слапы не помогут. Ворвался, слапнул, а ты полетел дальше. А с другой стороны, Копье Марса надо попасть. И пятерка на контроле. Ну, пятерка на контроле — это не совсем надежный контроль. На него нельзя рассчитывать. Тиню убрали. Чтоб не выкинул. Чтобы не выкинул, да. Ну, просто в рамках игры с ТБ тебе... Ну, очень часто реально не нужно второй прямо керри. Поэтому можно взять вот что-то такое по полу. Ну, тут вообще так можно забафать Арка, что там Винга его бафает, Дум его, допустим, подбафает. Ну, в будущем что-нибудь полезное съест. Арк вызывает иллюзии. Там реально две иллюзии. Могут всю команду убить быстро. Так, ну, время Альянса не очень много, да. Они берут... Они берут... Тоже такой... Вот, ну, тип сойдет. Типа прыгун. А что? Ну, ну, прыгает. Ну, его же там убедит. Тип сойдет. Ну, то есть, смотри, у тебя есть ТБ и четыре героя, которые... Его сложно ловить. Хорошо двигают. То есть хорошо заходил герой, которого сложно ловить, допустим, для Альянс. И теперь для Five Men не очень хорошо заходит герой, потому что у Войда потенциально два контроля. Это Remnant и Silence. Ну, просто есть ощущение, как будто его тут ловить задача-то и не стоит. А есть ощущение, что он не забирает фарм ТБ. Есть вот такое ощущение, потому что когда есть ТБ, ты не хочешь иметь второго кора, который будет мешать ТБ фармить. Не знаю, вот по опыту... Наверное, по опыту за 10 лет любого игрока вам любой игрок на ТБ скажет, что когда я ухожу фармить лес, идеально, чтобы там никого не было 20 минут. И, соответственно, Войд Спирит будет бегать, развлекать, пока ТБ набирает слоты. Да, мы тут спорили, к нам приходил кто. Моден, наверное, к нам приходил. Спорили, кто на центральной линии Эмбер или Войт Спирит сильнее. Я говорю Войт Спирит, он мне говорит Эмбер, а я не помню ни одной игры у нас на турнире, когда бы Эмбер Войда переигрывал на центре. На центре, может, нет, а по игре довольно часто это бывает. Да, это правда. И тут скорее вопрос в том, что есть герои, которые мешают Эмберу сильнее. И в рамках вот этого всего прочего, я помню, что Димон сказал, не на чайку, а я на чайку. На чайку на Five Men. Поехали. Боже, как приятно, когда во всем есть баланс. Поэтому вы всегда вместе. Ну, не всегда, но сейчас, как минимум. Но сейчас. Да. И мы тоже вместе с вами сейчас увидим на экранах коэффициенты от Parimatch. На заключительную карту этой серии, между прочим, 1.45 у ребят из Alliance, 2.62 у Five Men. Не забывайте также про шикарную лайф-линию и стопроцентный бонус к первому депозиту в рамках Омега Лиги, который дарят вам ребята из Parimatch подробности под баннером, который находится в описании нашей трансляции. Слово комментаторам. Заключительная карта первой Best of 3 серии. Ну и что, раунд 2. Противостояние Alliance против команды Five Men с Аркварденом. Первый раунд они проиграли. Пора отыгрываться. У меня скинули видос с гачи борьбы. Да, да. Очень здорово. Хорошо. Мы посвящаем как бы. Слушай. Второй раунд. Есть вероятность победить. Тем более, что, очевидно, в Альянс вселился Пупей. Да. Рано или поздно в любую команду, в любого драфтера вселяется Пупей, Климент входит в него. И как бы внутренний голос появляется у человека. Не банить. Законтрить. Законтрить. Переиграть. Ну, что проще забанить? Что проще забанить? Ну, только что проиграли. Мерзкая стратегия. Что же забанить? Нет. Нет, нет, нет. Сейчас мы поконтрим, говорят, Альянс. Ну, может получиться, потому что, в принципе, я вот согласен, например, с Димоном, что Марс это классный герой против Арквардена. Рабочий. Действительно помогает. Но нужно еще, конечно, всегда думать о том, как ты не только драку будешь выигрывать, потому что Аркварден мерзкий герой. Он долгое время с тобой не дерется. Он тебя растягивает по карте. Очень классно иметь коров типа Спектреля и Антимага, но их предусмотрительно банили. Классно иметь Шторма, но его никто не берет. Но взяли Войт Спирит. Но взяли другого Спирита. Но Войт не Шторм. Такая народная мудрость. Войт, Спирит не Шторм. Сегодня у нас было уже противостояние в рамках Хазии Войта против Дума, и каждую драку он бегал просто в Думе. Войт Спирит и ничего не делал. Было бесполезно. Да. И тут тоже есть Дум. Внезапно, да. Еще могу отметить вот что. Смотри. Очень, не очень хороший здесь герой Гримстрок, потому что каким-то магическим образом так получилось, что у Альянса нет ни одного заклинания. Ну, посмотри внимательнее и пойми, что ноль заклинаний, которые как-то синергируются его ультом. Нет ни одного. Это точно, я согласен. У Феникса нет, у Марса нет, у Войт Спирита нет, и у Террорблейда нет. Это довольно-таки забавно. В итоге все-таки не так круто, потому что хорошо, когда в ультимайн-гримстроках что-нибудь можно закинуть. В идеале, конечно, вообще какой-нибудь Хекс, например, Шадоу Шамана, но может что-то и попроще. Любой стан хоть. Ну, окей, ладно. Пускай будет, в любом случае, гримстрок, как ни крути, один из самых полезных саппортов. У него много всяких разных штук. Ну, самое главное, что есть зацеп, как у никакой в виде Никс Вэлла, да. Можно, есть чем откидываться, отспамливать, поэтому окей. Посмотрим, что тут будет, но пока все достаточно интересно. Как мне, шансы в этой игре у Five Men неплохие. Вот единственное, что Мирана малость смущает. Да, не очень понятный. Мирана вообще непонятный герой. Димон называет этого персонажа Чайкой. Я не знаю, с чем это связано. Вроде это не Чайка, но если уж называть как-то по-животному, то это кошка, но не Чайка. Я думаю, связано именно с геймплеем на этом герое, видимо. То, что ты там воруешь, подъедаешь криптов, кричишь, чтобы кто-то шел. Но, тем не менее, запомните, это кошка, а Феникс Чайка. Так самое забавное, что... Вот Чайка. В этом сете такое ощущение, что Мирана на Чайке. Катается там, даже непонятно, кто это. В смысле, это Сова. Это Сова? Да. Так выглядит Сова. Нет. А я думал, Сова. Чайка вообще не так выглядит. Понял. Так, у нас сразу же нападение на линии, ФНГ идет вперед, Инксвел на себя, форма есть у Ника Бэйби, неплохо избивают в себе. Да, пробили, но Мизери уже ренджевичка-то подрезался стрелой ее. Так вот, Чайка работает, отрабатывает. Курицы приходят. А ПСОМ заблочил кэмп. Не заблочил. Нет, по-моему. А ПСОМ не заблочил кэмп. Молодец. А, Сентри плюс... А, ФНГ! Ты же молодой! Профессионал. Ну, кто ж так делает? Да, это, конечно, неприятно. Ну, это очень обидно, это куча денег. Ну, вот, ФНГ решил отомстить, говорит, иди сюда! Ну, месть такая, знаешь, после драки кулаками не мажь, поздно все, уже опозорился, у тебя расслабься, сиди теперь, как говорится, смирно. Ну, да, в итоге получилось не очень-то приятно, ФНГ еще и ХП достаточно много потерял. Ну, вот форма заканчивается, и ХП, да? Ну, размениваются они просто тычками с Мизери. Если никто ошибаться не будет, они друг друга убить, конечно, не могут, поэтому просто, чтобы... Ну, и там, как бы, Дум против ТБ стоят один в один, по-другому, такая ситуация. В Мизере, видишь, оранжевиков контролит, стрелой свои, это круто. Так, ну, ФНГ, ФНГ, поехали куда-то. Такое себе, в итоге, да, нападение какое-то на Ксибе. Ксибе, конечно же, все же дело заигнорировал, а вот так вот под пробили уже неплохо. Нужно немножко отойти, поаккуратнее стоять. В Миде у нас противостояние Войт Спирита против Эмбер Спирита, пока Войт Спирит там, мы видим, что доминирует. В рамках линии Лим, конечно... Так, погоди, а что там говорил наш, вот помнишь, говорил, значит, наш... А, ведущий-то? Димон-то, да, что они поспорили, кто сильнее с Моденом они спорили. Вроде как Эмбер сильнее. Кто говорил, Моден? Ну, я не слышал этого разговора, не хочу оказаться сломанным радио, спросишь у него в перерыве. Я не считаю, что Войт сильнее на линии. Ну, как показывает практика, да. Но это мы посмотрим. Пока это два... Это брат на брата! Брат на брата на Эмбер Спиритах. Брат на брата на Спиритах. Они и по лору, я уверен, братят. Это тройной уровень битвы. Братство. Третий уровень братства. Третий уровень братства. Это жесть. Брат на брата на Спиритах. На центральном коридоре схлестнулись в гачи борьбе. Да, звучит как крепкий достаточно сюжет. Ну, так вот, вот и он и есть. И пока Войт Спирит выигрывает. Пока выигрывает брат, что слева. То есть чесит. Да, и старт в этот раз у Эйса не такой приятный, как... А, я погодя, Лимп выигрывает, извините. Я не могу запомнить теперь. В прошлый раз, да, в прошлый раз Эйс там на трипле все-таки стоял у него. Попробит его с паром. Сейчас он немножко проседает относительно. Ну, ничего страшного. Хотя, с другой стороны, может и страшно. То есть, вообще, на этом герое, на Аркварда, не очень хочется старт классный получить. Быстро Мидас, потому что с Мидасом прям... Ну, как бы, Мидас не так много дает, как иногда кажется. Но Аркварду много, потому что там два Мидаса. Это все-таки другая немножко история. А у нас коэффициент, а тем временем, на решающую карту 1.38 на Альянс и 2.9 на 5-мен. Это париматч, вот так вот. Ну, Альянс все еще фаворит. Все еще фаворит. Хотя здесь по драфту, ну, по-моему, вообще разное может произойти. Абсолютно. Тут очень сильно зависит от того, как там просто эйс опять отыграет. Ну, Лим пока очень хорошо на линии себя показывает. Ну, вообще, если посмотреть на Лосфит, очень хороший показатель у команды Альянс. Тут три героя. Это герои команды Альянс как раз-таки. И эйс поддушивают на лайне. Да, да, да. Линия неприятная. Ну, а что, извините меня. Это Винга, далеко не самый сильный герой на линии. Иеркварден далеко не самый сильный герой на линии. Да, Дум погибает снизу. Ника Бэйби делает первую кровь, что вдвойне приятно для команды Альянс. Неожиданно и приятно. Это все Чайка виновата. Вот Димон, я думаю, уже потеряет руки. Как же он будет гнобить Мирану и Мизери, в частности. Потому что чувствую, как Мирана затаскивает их на дно. Не может с толком прийти Мирану, например, наверх, чтобы помочь. Снизу ничего не делает. Никакой возможности убить Мирана нет. Никакой возможности загангать нет. Просто, просто, просто Чайка. Да, все, я теперь понял. Вот она, Чайка. Да, так и получается. В миде разрыв все сильнее и сильнее. Мы видим между Эмберами. Ой, Эмберами. Спиритами. Эмберами. Спиритами. Ну, в итоге братьями меня. Да, братья. Они у меня сразу два Эмбера в голове. Да, и по ЛД прогоняют. Все руны тут забирают тоже. Альянс слева. А, но справа, кстати, нет. И там на хосте, кстати, побежал уже Лимб делать фраги. Делать фраги. А, нет, это не Лимб, извините. Это Чейси побежал делать фраги. Да. На хосте. И забрал все руны. Паунтиру. И четыре руны за Фами Мэн неожиданно, потому что Чейси отконтролил слева. Да. Неплохо так, что становились по денежкам. Да. Пока только один фраг у нас был на этой третьей карте. Наступает ночь. В мид летит кто-то. Это обуз какой-то. Это ФНГ. Ой-ой-ой-ой. На Чейси. Нет шестого левела. Инксвел. Отлично. Реймон залетает. И минус Эмбер. И Лимб делает фраг. Ну, это, между прочим, возможно, потому, что, собственно говоря, Лимб изначально выиграл. У него шестой. А у брата его шестого нет. И брат просто уйти не может от такого ганга. Отлично, конечно, ФНГ сориентировался. Ну, возможно, сам Лимб его позвал. Сказал гол. Сверху забирают Феникса. Неплохо. Поздно залетело копье от ИСФО здесь. Да, ну и ИСФО тут уже... ИСФО тоже не убьют, но ничего полезного не сделает. И я, Эйс, ты камбэкает, между прочим. Тут топ-2 на форс на карте. Вообще, да. Учитывая, что крипов-то на линии у него не так уж и много было. Ну, вот фраг. Да, фраг. Делать такое. До сих пор, кстати, не шестого уровня, чейси. Тяжело ему. Ну, это вот разница как раз-таки центральной линии. Хорошо. Двойной удар. Блин, отыграл, да. Забрал руну из-под носа буквально. У брата своровал. Так, ну Миранка, надеюсь, чем-то полезным будет заниматься. Нет. Нет, я понял. Я просто думал, что, может быть, подстакает что-то там. Нет? Нет. Хватит, понял. Ничем полезным не будет заниматься Миранка. Она вот идет куда-то. Давайте посмотрим. Нет тапчика, конечно, еле бегает этот Мизери. Ну да, ну вообще не очень понятно, зачем нужен этот герой. Но пока он есть в игре. Старшторм максится, чтобы лайны отпушивать и вообще какой-то дэмэдж-драг их носить. Ну, к Сибе шестой тем временем. То есть, на самом деле, стоит быть аккуратным. Просто дум можно словить на месте Ханскина, например, и погибнуть. Ханскин не хочет пока что погибать. Он пытается свалить, но уйти будет тяжело. У него нет Санрея. ТП он тоже из-за не стал. Хотя у него есть Санрея. Ну, он только что качал. И стрела, кстати, не попадает от Мирана, и он улетает. Да, Мизери опозорился, стрелой не попал. Конечно, получилось. Но лучше бы ему, конечно, героя сменить. Прям сейчас жалко нельзя. В прямом эфире, да? Так паузу поставил. Ну, прям пока перформанс вообще никакой, фей. Он просто присутствует на карте, не по это зачем. Ну, ломать ей все Феникса. Я так понимаю, не берет Мирана, что ломать ей все Феникса. Уже не первый раз я это наблюдаю. Может быть, получится. Вот если получится, тогда еще хоть как-то похвалим. Пока хвалить не за что. Лимб с ДД. Ничего себе. Лагер. А что-то залагало от этого, говорит, нет. Но в итоге... Разлагало. Эйса забрали. Эйса забрали, хороший фраг. Сюда перетянулся Чейси. Подвязали СФО, СФО, до свидания. Также отправляется в таверну. Ну, хоть какой-то размен. Но вот Эйса потерять, конечно, неприятно было. Ну, 18 плюс контент, походу, опять был. Поэтому просто... Запрещено пока. Ну, типа, цензура такая включилась. Доты, да. Лаганулаш. Ага. Лимб себе Физинезет. Ой, и снизу Реген. Везет на руну Лимбу. Тут, конечно, приятно. С Регенчиком. Все еще ДД действует на него. Да, но, правда, вряд ли будет нападение какое-то. Да не, не будет. Подвушку не пойдет. Ну, хотя брата можно немножко раскатить. Но так вот, да. Так вот, самое малое. Чуть-чуть-чуть. Реген просто есть в бутылке, поэтому можно себе позволить братишку чуть помять. Так, ну что, по-прежнему нейтральное преимущество по золоту мы видим. В принципе, более-менее ровно все идут. Конечно, чуть получше дела обстоят у Хоров. Команда Лайнс. Арена сверху, снова нападение на Эйса. Копье залетает точно. Ну, слушай, ой, хорошо. Там больно делает. ФНГ забрали тем временем. Исфот делал больно, но закончилось у него все буквально. ПЛАД забрал на ФНГ. Айс живой. Да, малыми силами атакуют. Нужно больше людей. Они вдвоем нападали. Нужен еще третий кто-нибудь. Тогда бы они убили спокойно. Мизери. А, чайка прыгает. Да, есть такая опция. Благо, можно просто блинкануться и уйти. Так, ну окей. 3-3 счет. Все еще продолжает фармить. Ника Бэйби. Особенно ничего критичного пока не произошло. Нет, ни для одной из команд. Снизу нас Феникс. Пока впитывает экспун. Нужно, конечно, как можно быстрее шестой получить, чтобы было яичко к следующей драке, наверное. Сверху нападение на ПЛАД. Есть ХВЛ и ПЛАД погиб. Да, разменчики, разменчики, разменчики. Видим, что у Альянс пока фармят два главных хора. И все отлично. Но и, в принципе, у Файмэн все фармят. В общем, ничего пока в этой игре, конечно, еще не понятно. Да, ждем Мидаса кейсу. Там немножко осталось до рецепта. Главное, Курьера не потерять в этот раз, как было в прошлой карте. В это время забрали Феникса снизу. Яичко не потратил. Ну и через Дум. В Каймере Дума нет. Посмотрим под Баунти Руну, может, какие выходы будут ПЛАД прилетать. Часто, пока нет, никаких свапов не будет. Здесь много Альянсов. О, где будет нападение? Да, да, да. Проводится вперед. ПЛАД, до свидания. Здесь копия есть у Эйса, перетягивается Дума наверх, но Дума-то нет. Очень важно, что он был потрачен. Да, но Дума нет, поэтому действительно вряд ли здесь он прям что-то сделает. Так, напугать скорее. Баунти Руны надо собирать Альянсом. Наверное, разменяют 2 в 2, скорее всего. Но там вот одну на перехват идет забирать Эмбер. Да, Эмбер одну забрал. И могут три себе забрать сейчас Пайфмен. При желании. Тоже приятно, но не то чтобы прям суперважно. Так, тут Мизери выходит на позицию. Сейчас будет, сейчас будет. Лети! Минус ты летка. Айбанехан. Эх. Да, максимально бесполезный. Просто ужас какой-то. Импакт. Совой покажет. Пока, да. Пока, да. Так, ну что, в миде три героя у команды Пайфмен. Хотят забрать вышку, я так понимаю. А перетяжка идет от команды Alliance, можно на развороте кого-нибудь подцепить. Ну, Лимп хочет Мизери, по-моему, подцепить развороте. Но не стал рисковать. Мог дальше пойти, еще один на статал степ был. Но, скорее всего, это был путь в один конец. Дальше бы просто подцепили, убили. Поэтому решил уйти назад. Две баунтируны доконтролили. В итоге Пайфмен, это будет 3 в 1 по баунти. И пауза. Обожаю паузы. Да, кстати, я вот ловлю себя на мысли, во сколько мы... У нас марафон доты, да, получается, на этой лиге. И почти каждый день по 2-3 паузы в каждой карте. Да. Вот очень много. Но я вот второй день, и... Я не помню ни одной карты... У меня, в принципе, где-то эта пауза пятая. Но я не помню ни одной карты, где бы паузы вообще не было. То есть везде. В каждой карте по несколько пауз. Люблю паузы. Ну что ж, Мизерис ультимейт взял. Можно сейчас начать уходить в инвиз. Нельзя уходить в инвиз, потому что в ХД. Вот, отпушивает... Чайка! Чайка отпушивает Лайн. А мог бы дать пофармить рядом с ним, между прочим, Эмбер фармит, которому денежка вроде как не помешает. Вот этот Эмбер, да. И он... В таком леса фармит. Ну, это заключается роль Чайки, что ты воруешь фарм. Не, здорово, здорово. Классная роль. Мне нравится. Мне нравится. Как бы нужно отыгрывать до конца. Честь мне тоже нравится, скорее всего. Да. Так, в это время сверху забрали вышку у нас ребят из команды Alliance. Тут пока иллюзия. Счет ТБ прибегает на помощь. Очередная пауза. Да, ФНГ покинул эту игру. Говорит, надоело играть. Пошел чем-нибудь другим заняться полезным. Не, довольно размеренно. Все довольно размеренно. Судя по всему, плюс-минус устраивает и тот, и другой коллектив такая размеренная игра. Все надеются выиграть позже в лейте. Пока никто ничего особо не навязывает. Но оно может и понятно в какой-то степени. Ну да, ТБ тоже. Это с другой стороны нет. Не совсем понятно. Ну то есть имеется в виду, что хочется, наверное, иногда так сбрасывать кулдаун и, знаешь, форму ТБ. Вот она есть. Типа что-то нажать в самочок, куда-то выйти, как-нибудь убить одного героя буквально, запушить какую-то вышку и разойтись. Хотелось бы, наверное, как-то так иногда делать. И то же самое может быть и у Five Man. Тоже пойти, там, скинуть Doom куда-то, там, кого-нибудь одного убить, что-то забрать и разойтись. Но как-то совсем и те, и другие абсолютно пассивно играют с точки зрения командного именно экшена. Чисто только пиков и иногда какого-то одного, там, героя где-нибудь загулявшего возьмут, там, вдвоем-втроем. И все, и все просто фармят. Такая вот игра, ну, как сказать, несколько вязкая, что ли. Вот, видишь, тут скиллами разменивают. Вроде как шансов даже умереть практически. Да, и вроде бы такая игра устраивает полностью команду Five Man. Мы на прошлой карте это видели, что спокойно себе продолжает фармить арт. Но, правда, в этот раз у него нетворст не такой большой, как было в прошлой игре. Но Midasic есть уже, поэтому Ace дофармит, я уверен, свою в этой игре. Midasic есть, но и, ну, как бы и Альянса все устраивает. ДБ обармят. Вот команда Five Man наверх. Возможно, атака будет на ФНГ, либо же, например, на СПО. Ну, и ФНГ это разве фраг вообще? Вот СПО хотя бы взять. Ну, да, ну, такое, ну, как знаешь, смокр, ну, это вообще ничто. Это опять та же самая история. Представляете, где они делают фраг, где их крипы и так далее. Они даже теоретического шанса на вышку выйти не имеют. Это просто, как бы, можешь считать, что этого не было. Вообще не важно. Такой фраг, который никому не интересен. А вот, ну, ну, тут ответ. Привет! Лим говорит, минус Мизери будет или нет, успеет. Да, будет, будет. Ультимейт еще потратил перед смертью, собственно. Но вот так вот получилось. Киллинг спрей делает Лим. Да, но Лим, кстати говоря, это сделал вообще один. Просто пришел да убил. Так что опять небольшой такой бонус для Альянс, но вновь ничего. Интересно, да? Да, я согласен. То есть какие-то минорные размены саппортами происходят по карте. И это все, в принципе, все, что есть. Потому что фарминг продолжает Ника Бэйби, фарминг продолжает Эйс. Собственно, они никак не соприкасаются вообще на карте. Скоро будут одни и только копии бегать Эйса по карте, а он будет там где-нибудь в стороне стоять аккуратно. На самом деле даже трудно точно сказать, у кого в такой истории преимущество. Вроде у Альянс, потому что у них такой тимфайт есть неплохой. Но с другой стороны, а там Дум. А Дум что такое? Думаешь, что такое отъедый Дум? Он выключает одного героя полностью и сам еще ходит, дает мечом своим по башке всем. То есть игра 5 на 4 практически получается. Да? И Dark Vardens силен. Dark Vardens как два героя вообще в один момент становятся. То есть по-разному может сложиться. Опять же, многое зависит и будет, как обычно, от того, кто как кнопочки нажмет. Поэтому тоже не сказать, что там конкретно у Альянса точно преимущество при таком фарме. Да нет, не сказать ни разу. Может быть, под 15-ю минуту какую-то драка будет за какие-нибудь баунтеруны, хотя я сомневаюсь на самом деле тоже. Да нет, карта поделена. Да, просто на две части поделили карту. Я думаю, что никаких драк не будет, ни за какие баунтеруны. И вообще, возможно, в этой игре никаких драк уже никогда не будет. Нет, ну за Рошана-то, наверное, будет драк. Ну, когда-нибудь. Но и та, и другая команда довольно быстро убивают Рошана. Но и та, и другая команда не осмелятся, значит, просто пойти в него. Очевидно, должна сначала выбраться драка какая-то. Падение через дом. Поймали здесь Феникса. Ну, очередной одиночный драк. Ну, слушай, Феникс достаточно долго будет гореть. Да так, нормально, можно забить на него. Как говорил Сантос, во время пустыни с ним разберется. Оставьте вот так, а здесь... Смог атака. Это подарено Марса, возможно, какой-то выход. Но там баунтеруны появились, и баунтеруны снизу забирают. Две Five Men. Вообще, Five Men могут снова забрать себе три, а может быть, даже и четыре, если захотят. Да, если захотят, но пока не хотят. Ну, какой-то абсолютно невнятный смог. Идут в темноту гамби... Гамбианцы идут в темноту. Чейси, Чейси здесь один. Брат. Просто уходит. Просто уходит. Да, просто ушел. Ну и все, опять все разошлись. Выход получился в итоге. Ну да. Ну, слушай, Five Men зато начинают оверфармить за счет Арквардена. Ими двух медасов. В первую очередь, Арквардена, из-за того, что он быстро все это делает, начинают оверфармить. Потому что... А, ну погоди. Аркварден, два медаса и Doom. Да, вот. Вот они, 3000 голды. Ну, плюс больше баунтера они собрали в сумме за 15 минут. А сейчас третью могут забрать сверху, но пока не забирает никто. Там лежит еще одна. Так, ну и аккуратно передвигаются также игроки команды Five Men. Doom уже был потрачен. БКБшка, кстати, скоро появится для Ксиби в этой игре. Можно пока посмотреть на коэффициент от наших друзей из париматча. Ну и он говорит сам за себя. Да, 50 на 50. Абсолютно ничего не понятно, потому что в этой игре и действительно коэффициент это полностью отражает. Притом играю еще настолько пассивно с обоих сторон, вот настолько пассивно, что даже не знаешь, как бы, что вообще ждать. В любой момент кто-то может сорваться, что называется, знаешь. Интересно. Или какую-то ошибку суровую допустить, либо ломануться куда-то. Интересно, кто это будет, Лимб или Чейси, кто первый порвец из них. Потому что у меня больше кандидатов-то особо здесь и нет. Может еще, конечно, Мизери какой-нибудь? Я имею в виду командный какой-то движняк, знаешь, такой произойдет. Ну а обычно знаешь, как происходит? Кто-то один врывается и за собой команду тянет. Ну, может быть и так. О, баунтеруна просто валяется на полу. Так вот, те самые баунтеруны. Берет и попытка сверху взять Мизери. Ну, не пофигу ли на него. Да так же пофигу, как и на Феникса с той стороны, где он умирал. Но Мизери еще и не умер. Он здесь как-то успел вовремя отойти. Прочувствовал опасность, что называется. Да, да. Очень пассивная дота прям сверху. Ну, 6-6 за 17 минут, конечно. Ну, вообще, хоть какие-то фраги, но все эти фраги были на саппортах. Ну и опять же, вспоминая прошлые карты, как-то совсем непривычно, знаешь, смотреть. Вот ты привык к высокому темпу игры и здесь такое достаточно. Да, но опять же, я вот сейчас думаю, супер пассивная такая игра, где просто все фармят. Но ведь у Five Men 2 Мидаса и Дом. Да, нападение на Чейзи. А он будет умирать. Возможно, нет, отлично. Слушай, там еще и шмотки крутые выпали. А он смог как-то ремнант этот выявить. Я думал, это невозможно после Юла. То есть, всегда падаешь в ремнан, то нет, он фестами как-то его... Да, там гробом для Айса выпал. Отличный выпал. Это очень вкусный предмет, да, по крайней мере, на данный момент. О, этот философский камень. В такой игре тоже прекрасное, конечно, приобретение для ФНГ, например, сверху. Но это Чайка. Это Чайка. Минус. Давайте. Бам. Ну, давайте. Ничего страшного. Чайка, тем временем, нападение также. Но тут не Чайка улетает. Ханскин и выживает. На развороте Марс, но у него арены нет. И сложно будет кого-то поймать. Поэтому, да, никого не забрали у команды Five Men более. Только пострадал Мизер один сверху. Ну и все, продолжаем фармить. Блинкдаггер готов, кстати, для Дума. И я так понимаю, это Блинкдаггер и БКБ плюс уже есть, да? Нет. Нет? Или он передумал БКБ собирать? Не знаю. Он очень хотел себе БКБ, да, передумал, купил Блинк. Ну да, но БКБ просто еще. Но это ворс маловато у него, чтобы... Да, я тоже что-то об этом подумал. Что? Мало. Ну, какое-то нападение на вышку. Неожиданно. Во, они сорвались. Они сорвались. Так, Вингу. Могут подцепить. Летит стрела. Да, и стрела попала, по-моему, в Крепочка, да? Да, попала в Крепочка. Врывается к Сиби, дает Дум неплохо. Задумили ФНГ. Наверняка хотел нажать в ТБ, случайно нажал в ТБ, видимо. Но в любом случае все просто убежали, поэтому разницы никакой нет. Да, стрела не попадает снова ни по кому. Сандр залетает тоже. И в итоге на этом все заканчивается. Неожиданно игра стала какой-то, знаешь, типа быстрый, но что-то все мажут, какая-то полная фигня. Пайлай, да, и решил погибнуть на ровно. Да, а он после байбека, кстати, он бай давал, на минуту практически отвалился. Довольно много, и начинают альянс уже реализовывать. Как же этот Мизери с этими стрелами, он даже под привязку не может попасть. Да нет, ну забей, забей, забей. Это просто... Какой счет у Мизери? 0-4-0 там что-то такое? Ну пока. 0-3-0. 0-3-0. Ну вот, да. Ставлю, что агент 0-7-0 у нас может появиться в игре. Агент 0-7-0. Ноль попаданий стрелой, по-моему, куда-либо кроме крипа. Никакого импакта, только воруют фарм. Чистая чайка. Да, ну в любом случае альянс наконец-то воспользовались нашей рекомендацией. Они как-то использовали кулдауны, да, скинули там фондауны. Форму ТБ, еще какие-то вещи. Хоть что-то сделали. Припадим на Айси, между прочим, тут Чейси. Ну да, попадает еще Копье, но правда не пригвозила Чейси, поэтому можно попробовать. Контролить ли? О, опасно. Успеет ли? Нет, не успевает за хостой, не забирает. В итоге здесь Марса, СФО погиб. Привязали Лимпа, Лимп сейчас может умереть так же. Хотя хоста. Хоста, хоста, он будет жить. Там у нас Хаскин может пострадать сейчас. Санрейл, убивают ТП, в итоге до свидания. К себе хорошо играет, на самом деле, надо отметить. В каждой игре буквально отыгрывать действительно неплохо. Да, но и вышку потеряют, как следствие Alliance сейчас на центральной линии. Да. Эти фраги были лишние. Эти фраги были лишние. Там уже Мьелнер скоро уэйс вновь. А между прочим, Террор Блейду не так-то приятно против Арквардена играть. Во-первых, Террор Блейду придется купить МКБ в этой игре, притом довольно ранней. Вот он, что он там купил, Семанту, наверное, под Семанту? Семанту, потом... Скани, наверное, какой-то или что у него там в планах? Вот не знаю, БКБ или... Я тоже не знаю. Но МКБ должно быть рано. То есть, второй-третья арт. Ой, на ИСФО. Ну вот, сеточка пошла. И пах, и стрела залетает. Дааа! Ладно! Забирают ИСФО здесь. Привязка от ФМГ на холл-кот этого мало. Наконец-то! Раскрылся Мизер. Ему выпал артефакт, который позволит попадать с Нейлой. Ну да, но не сейчас, ну типа сетка офигеть. Чё фуджу вообще отпускай бы будет. Так что ТБ-то покупает? Как понять мне? Когда-нибудь мы увидим ТБ. Тогда и помьём. Когда? Когда? Календарь, можно я настрою? Вопрос, конечно, хороший. Если бы я управлял... Я календарь перевернул и снова 3-й. Кстати, скоро. Что, 30 сентября? 30 сентября? Конечно, скоро. Опа! Жесть! 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 Только с Мираной такое возможны, кстати, такие убийства. Но мы когда-нибудь узнаем, что будет там у ТБ, да? Нет, нет, нет. До конца, до следующей драки. Ладно. Можем пока предположить, что вы не хотели. Ну, с КАДи, а чего? Скорее всего, с КАДи, потом МКБ. Что-то такое должно быть, наверх. Хотя, кто его знает? Там вообще варианты могут разные, сатаник может быть. Да, с КАДи. С КАДи, с КАДи. Ты прав. С КАДи, вот. А потом МКБ должно быть, на самом деле. Потому что иначе... Ну, ты понимаешь, что будет. Да. Стоит ТБ. Бьет. Стоится поляна Арквардена, в нее заходят все. ТБ бьет по 0 дэмэдж. Нужно МКБ, а без этого вообще никак. То есть поляна Арквардена, контри, это террблейды без МКБ близко к 100%. Потому что поляны 2, длительность долгая и так далее. Там Мьелнер уже готов для эйса. Да, и Мьелнер против ТБ, это все-таки неприятно. ТБшки неприятен Мьелнер. Молнии много, и люди рассыпаются. Еще этот щит молниевый. Еще дополнительные молнии, молнии, молнии. Короче, много магии. ТБ же мало хп, много брони. А тут магия одна. Снизу нападение на Феникса. В очередной раз. Стрела залетает от Мизери. Пошла арена от Марса. Но Ханскин успевает нажать на Супернову. И это кардинально меня дело. Забираю здесь еще и Дума. В итоге атака провалилась от команды Файфмайн. И минус 2 от команды Альц. Да, неприятно получилось. Много, конечно, Альянс заюзали здесь. Всякие ульты, арены, яйца, формы. Но два героя в таверне. Народного стоило. Не смогли поймать Пайлайдая. На ствол степа, на КД. Поэтому никак. Ну что ж, у ТБ много. И у Эйса много. И у Дума много. У всех много. У всех много. И ситуация такая, что всего лишь 1000 голды. Преимущество за команды Файфмайн. Это прям копейки. Ситуация такая, что 12-10. Что там, 23 минуты. Почему на 24-й уже? Почему они настолько медленно играют? Неплохо затолкнули ФНГ сейчас. И, скорее всего, ФНГ умрет. Да, неприятно в подобных играх саппортами играть, на самом деле. Потому что у тебя вообще денег нет. Негде фармить. Все фармят твои коры. Фрагов нет, драг нет. В итоге ты такой бедненький-бедненький. И левел такой маленький-маленький у тебя. И в один момент, знаешь, у тебя там 15-й, у вражеского коры 25-й, 6 слотов. И ты уже прям вообще не жилец. Приходится очень так играть. О, там Рошан. Там Рошан тем временем. Это, скорее всего, сейчас будет драка. Что по арене Марса? Нет, так и не будет. Нет яйца, нет арены, я так понимаю. Ну, нет грима, нет арены, нет яйца. Не должно быть никакой драки. Хотя, в принципе, скоро будет арена. Арена прям позамоется. Там атака. Атака чести. Врывается вперед. Забрали Марса. Марс погибает. Кстати, арена только откатила. Но он не успел ее дать. Там за Ханскеном еще вроде погода. Да, его заберут. И еще один минус. Вот так вот. Вот так вот. И ты понимаешь, насколько все-таки гений этот мизер. Подожди, еще не все. А там драка сейчас продолжится. Пошел купол. Ну, там три героя. Я бы, конечно, удовольствие на драку посмотрел. А не только Камбашан бьет. 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 Лим погибает. Отправляется в таверну за счет того, что Дума закастован был в него. В принципе, как мы и говорили, что он будет в каждой драке в Думе бегать. И еще один минус. Да, 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 да. Это минус Ниндзя. Минус Ниндзя, потому что Дум слишком хорошо контрит. Получается, смотри, оказывается... Оказывается... Нет, шутка, это реально так. К себе и Мизери два гения. Смотри. Давай. Они напали на Феникса снизу. И почти убили его. Он потратил его. Ну как Феникс? Вот, блин, это самом деле, это человеческое эго и жадность такая. Ты должен был умереть. Кто-то умирает тут такой. Это Чейс? А он не умрет, кстати. Ну, нет, почему? Ладно, ну, ну... Смотри, ты должен умереть на Сабеле, на Фениксе не отдавать яйцо. Но ты такой, ну, блин, это же будет в смерть, в статистику. Потом все скажут, что я много раз умер. И он нажал это яйцо. Бесполезно, абсолютно. В итоге яйца нет. А Марс прилетел, нажал арену. ТБ форму. Они все такие, да нашего брата бьют. Да, да, да. То есть они должны были вообще ничего не делать. Но они все прилетели, брата бьют. Он выжил. Двух забрали. Вау. Только все в КД. Минус Рошан. И потом этих двух героев они все отдали. И Феникс этого вернули. Они и так далее. Подожди. Тут сейчас, возможно, баланс будет на Пайлайдай. Попытка нападения пошло к бьем. Ну, это не то, что баланс. Это просто Пайлайдай. Ну, он тут просто что-то забыл. Потерялся на карте немножко. Но сюда бежит Айс. В это время сверху падает вышка. Катапульта. Много крепочков. Плюс копия от Аквардена. Смотри, ему кто-то сказал купи МКБ. Но, по-моему, он еще и купил себе БКБ. А, блядь, перед этим. Да, БКБ прилетел. Да, БКБ уже и МКБ. Нокия четвертый был с лоптом. Все равно нормально, но быстро. Так или иначе быстро. Потому что он только делает, что пармит. Вообще, 17 тысячных ворсов на 26-минуте, так полагаю, это намного выше среднего. Мне кажется, БКБ тут просто мастер, потому что хотя бы позволит тебе хоть как-то по драке передвигаться. Иначе-то слишком много всего. Ну, да, да. Классный копию, кстати, это сходить, залетела. Да. БКБ всегда мастер. Близ, близко. Потому что, ну, любые заклинания, как бы... Ну, да, чтобы просто драться и возможность бить хоть как-то. Ну, да, да. Ну, не, ну тут не скажешь, что БКБ прям мастер, потому что, например, Феникс за него. То есть, если Феникс против тебя, то без БКБ невозможно. Ты ловишь одного этого спирита, все, ДПСа нет. Тут, как бы, вроде у противника не то, чтобы прям много всего, но не суть. Ладно, БКБ... Всегда приятно нажать БКБ и понимать, что никакие старые замедления, ничего не будет. Сейчас я работал. Смог тем временем от Five Men. И попытка напасть у них, аегис, они могут себе позволить это. У них есть МКБ. Самое главное у эйса только что приобретенное. И есть Манглайшадо, действительно, могут выйти попробовать. Но, видимо, прочитали этот момент. А лайнсы просто отступают. Скрылись. Да, на свою половину. А как можно узнать средний Нетворс Террор Блейд на этой минуте? Мне кажется, вот у Нико Бэби намного выше среднего. Есть, например, подальше. Доказатель ты имеешь в виду? Ну да, да, да. Но это... Но Observer сегодня не хочет с нами сотрудничать. Ладно, не важно. Так, у нас смок атака от команды онлайнс. Мы калакку подарили. Да, это важнее, это важнее. Снова PLID подставляется. Пошло копье, точнее, без арены. Пока что просто за копье могут забрать, да, минус венгар. Стрела попадает в Илюшку. Террор Блейд вроде бы как. Вообще... Вообще... Что такое Мирана в инвизи? А, пошла драка, врывается Doom. Неплохо. Doom залетает в итоге в ТБ. Да, не в лимпы. Что удивительно, арена на развороте ставится. Яйцо взрывается неплохо. Но тут БКБшечка и бить не могут. Просто Альянс и пытаются убежать. ТБ все еще в Doom находятся. Сейчас закончится Doom. Да, стандр будет. И форма, и сандр. Все будет. Какой отличный стандарт в Ксибе. Боже, Ксибе чемпион игры, но не добивает НКБ. БКБ нажимает в сандр. Плохой какой-то сандр. Такой себе в итоге получается. Подождите, тот еще за Айсом погоня. Айс на развороте начинает драться. У него Айгис так-то. Он может подраться. Очень битый Альянс. Они отступают. Лимп уйдет ли? Вот в чем вопрос. Кастуется инксрилл на него. Нет, Лимп погибает. Сибе все гонят дальше. Сибе сейчас НКБ просто убьет. Он сейчас убьет. Ксфо здесь такими темпами может догнать. Вот это тряп. Пять мужчин. Пять мужчин. Это пять мужчин. Минус три в итоге получается от команды 5-мен. И они не потеряли даже Айгис. Вот так. Аркварден очень много делает, конечно, своими бесконечными мьолнерами. С двух рук он как этот... Как джедай какой-то. С двух... Или ситх скорее, да? Ситх, наверное. Волнили с двух рук просто бахает. Все в мьолнерах. Без БКБшек жить тяжело. А ульянсов с БКБшками пока проблемы. Так проблемы теперь нету формы УТБ как минимум? Нету ничего. Как ему драться-то? Теперь проблемы нет ни яйца, ни формы. То есть тут боюсь, что потери страны не минуем. Арена от Марса в итоге. Ну, в Сиби залетает им вообще плевать. Он готов вытанковать. Залетать стрела. И это минусы с фонаром месте. Туда, да. Да, БКБ есть, но даже с БКБ арена не будет. Минус три. Слушай, здорово, здорово. Отыгрывают 5-мен. Прям вообще младцы. Честь вернется. Оставляет Реймонс здесь. Береген 4 в 5 играют. Да. Ну, у них просто чайка. Ну ладно, на самом деле, Минана немного, немного раскрылась так уже под конец. Все-таки вот эти стрелы. Я считаю, что КСиби эту игру просто в соло делает. Объективно. Просто супер бомбический парень, по крайней мере, в этой игре. Ну и плюс не забываем, что у них два героя арка имеется. Ну, то есть, как бы все равно, то есть, копия, хоть и копия, но все равно сильная. Да, да. Ну, я просто говорю, что КСиби очень много делает в этом матче. Ну, а там переобувочка от пари-матч уже подъехала. 8-5 на Лайонс и 1-05 на команду 5-мен. Вполне справедливо. Я думаю, что 5-мену будет тяжеловато уже отдать это преимущество. Тяжеловато. Но нужно будет постараться. Ну, посмотри на Натворсе. Это, на самом деле, уже такое, знаешь, почти не контактается. Ну, вот, кстати, тебе средний показатель на КБ. Ну, он был намного выше до этого момента, вот пока он не умер. И все стало сразу близко к среднему. Близко к среднему. Так, ну, то есть, внизу падать будет, наверное, Т2. Хотя, крепочков не остается, только катапульты. Да, Тарк нормально, он же катапульту сейвит и понеслась. Понеслась. Ну, да, команда за спиной венга, если что, свапнет. Стрела на разведку. Хочет пристрелить, хочет катабетовую вышку. На всякий случай. Ну, там вышку упала. Да, ну, вполне вероятно, что 5-мен будут до следующего Рошана. Ну, не то, чтобы ничего не делают, но так, захолдятся. Next Roshan, next Aegis для Arkwarden, там еще сыр. Сверху будет нападение. Сейчас на это копия всего лишь, Arkham. Плюс 300 голды. 300 голды. 300 рублей. Хорошо. Это достаточно много денег. Так, ну и что по фарму дальше будет? Я видел БКБ свежее у Эйса, он все еще его не тратил. Хекс, кстати, 3 300 уже на руках. Слушай, тут довольно быстро появится Хекс. Ну, конечно. Ты видел, сколько он уже с Мидасов 4? Да-да-да. 5 тысяч голды почти. В общем, он с Мидасов получил. Рейдинс появляется для Эмбера. Рейдинс. Интересный выбор. Интересный выбор. Ну, это Аура против иллюзий. В первую очередь. Наверное, если у него есть БКБ, потому что если у него нет БКБ, то... Да, вроде как должно быть. Чейси прожимал уже в прошлой драке. А, да? Я помню, да? Ну, я как-то раз просто помню, есть такой игрок. Игрок шедевральный, на мой взгляд. Эм... 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 Что-о-о... То самое. То, что ты и все мы видели. Да. 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 Даже не знаю, как это прокомментировать. Ну, как прокомментировать? Плохо сыграли, чё. Эм... Почему-то был Вижен изначально, возможно, какая-то Синтриот стояла. А, ну он там до сих пор стоит. Ну, видимо, вышел немножко из радиус Мизери. А кто-то там сдаст там. Толи Гримстрок это был, то ли кто. Очень поздно нажал. И не додали дэмиджа. Ну, просто... Типа халявные фраги, не хочет отпускать, знаешь, ты должен убить героя 100 из 100 случаев, но он каким-то образом уходит Не должно бы такого быть, конечно Да, это мог бы быть фраг, но не в этот раз 15к тем временем Не сказать, что этот фраг бы что-то поменял, прям глобально, но в любом случае это хоть что-то МКБ, я так понимаю, летит для Ника Бэйпи Да, и Хекс появляется у Эйса, плюс Марс себе дофармил наконец-то Владмирс Плюс Аура на команду есть, приятная Ну и что, может быть Смачевский какой-нибудь, нет? Там Рошан просто появится через полтора минуты, неплохо было бы подраться перед ним и тем и другим, я думаю Ну, МКБ купил себе ТБ, в принципе, он теперь хотя бы уверен в том, что может пробить Арквардена через его щит Это уже неплохая такая опция, а то в прошлый раз, как только он увидел щит, соответственно, он начал убегать Ну и, наверное, правильное дело, потому что нет вариантов, но теперь легко, он может туда побить Вопрос в другом, что все равно очень много уступают, тяжело просто взять и напасть Когда одиночный фраг, вот как раз таки начать с фрага что-то типа, знаешь, Миран какую-то забрать одну Потом напасть на четверых, пускай даже Миран с байбеком Ну пока байбекница пока прилетит, можно на конвейер насадить, так называемый Просто по одному начать забирать Ну вот с этого фрага, вот был шанс эту Мирану убить, потом быстренько смог и побежать Упустили такую возможность, в бой может и не представить Проблема в том, что Эйс уже по макро плотно начинает играть И приходится постоянно возвращаться на базу, линии пушатся, вот она, копия, Хек залетает И сейчас еще и умрет, да, Феникс? Ну, спасают его всем силом Да, но все равно Если бы он все время Билла не бегал, он бы убил Ханскена Ну или Ханскену пришлось бы убить Ну, опять же, это в любом случае три героя, которые вынуждены возвращаться обратно на базу Чтобы спасти базу и плюс спасти Феникса Это возвращение за 300, как в своей игре За 300 голды вынуждены бы все вернуться Смог был разбит от команды Alliance, нашли здесь у нас к себе А БКБ есть у него? Если нет, то плохо Он не успевает Да, но он не нажмет его И байбека нет Вот это, конечно, провал, Ирошан, да Вот это тайминг интересный Как говорится, террораблайт в форме Слушай, ну бездумно тут очень опасно Потому что вроде 16 тысяч ведете, но, во-первых Ооо, еще один парень Поставляется арена, но успевает поражать БКБ Но все равно плохо, БКБ теперь нет, на самом деле Ну, арена тоже, но БКБ это очень важно ИКБ ведет вперед, начинает драться Эйс здесь оригинальный, кстати Его могут как-то и забрать, но его свапывает Винга издалеко уже Но ХП у него мало, так что тоже как-то БКБшку прожимает Ника Бэйби, копия Если начинает домашний, там МКБ есть, поэтому должны были развалить По идее, но тут поставляется Чейси БКБ-то заканчивается Сейчас будет минус Эмбер еще, да? Эмбер погибает Опять на ровном месте 5-мен устраивают себе какие-то приключения Все было прекрасно Подставился Doom, теперь Эмбер за ним Что происходит, непонятно Но Рошана сейвит вроде Арены нет, форма скоро закончится И скорее всего не рискнут Альянс уже на Рошана лезть Оп, потрачено было Интересный момент, я не понял зачем А, он спрятал ТБ А, окей, окей Перезарядил ему форму Полегче Вау, не, ну, жестко Это может быть даже с некоторой степень неожиданно сейчас для 5-мен Они могли, ну, не понять, что происходит Сказать так, ну, сейчас пойдут, мол, у ТБ формы нет А она есть, представляешь? Да, там снизу правда проблема в том, что горит сторона Горит страна и горит также лицо В ФНГ вынуждено бегать Да, иллюзия Это создает очень много проблем Точнее копия И позволяет это все делать И копии, какие-то мансы Обнимансы, а не отдать Рошана И даже не потратить никаких байбэков В принципе Эмбер скоро появится ВВД забирает Но еще раз так делать точно не стоит Все может плохо кончиться В следующий раз могут поплатиться более серьезно Фейвмен такой отдачей Ну просто сами пойдут на Рошана, ну ДД Классика, классика, классика Она исчезла, как удачно Как удачно исчезла Идут Алайн Но успеют ли Арена есть, в принципе, можно попробовать Но к себе там контролируют все подходы Лим пошел вперед, но уже Рошан упал Все разобрали Пошла стрела, стрела попадает в иллюзию Чуть ли не в самого Никобейбе Это был косплей на Рамзеса Но пока Никобейбе иллюзию лишь подставил Ну и копия Эйса полетела вниз Подпушит линию А вся команда Фейвмен просто отступит Ну вот показатели средний Эйс Мы видим, насколько Ну да, на 10 тысяч Ну где-то на 7 тысяч Везет он, так скажем, среднего показателя Ну за 10 матчей 10 матчей Очень, конечно, интересно Там Принцесс Найф упал Но Эйс не стал его себе забирать Так-то вроде как контроль Еще дополнительно Ну оставлять Вообще это жестко Представляете, Хекс и Принцесс Найф Делаешь тричку Потом Хекс А потом еще и Принцесс Найф кулдаун И ты еще, как бы, еще тысячу Ну оставляет Ну, считают, что надо перебивать Принцесс Найф, Миран Смог спалили Смог спалили И отступают А Лайенс Стрела, стрела, стрела Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Хочет Хекс, мне кажется, себе ФНГ купить Понимаешь? Чтобы в Ультимайт хоть что-то загидывать Ну, возможно, это как такой Камбэк кондишн, знаешь Неожиданно Неожиданно дать ульты Два Хекса Паративник такой Что за фигня А вот такая вот фигня Так что ФНГ активно сплитит И пытается Я так понимаю Этот Хекс себя Нафармить Но Уважаемый Файвмен Просто могут выходить И начинать пушить Более активно Да Пока иллюзии Вступают в бою Эйс пошел вперед Сила тут контроля Третьи стрела Не попадает Неплохо иллюзию выкидывает СФО Но, правда, Хекс Это Принцесс Найф, по-моему, был Как раз таки СФО погибает Байбэк имеется В это время могут забрать Лимпа Лимпа нужно спасать Еще один Хекс Лимп Погибает Лимп Тоже Байбэк имеет Но все равно Это два фрага Достаточно легких Для команды Хэкмэн Ну, да Да, Принцесс Найф Учесть Он Все 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 Засовывает фиксы Это неплохая Неплохая, кстати говоря Штучка так-то Если подумать Но раз Байбэк Второй Байбэк Не хочет пока что Лимп Повесили Реперкит Немножко спасает Урон очень много Да, урон Перебивает И все уже в ловушках В этих Все в Аспарках Как сложно будет в драку Да уже не войдешь Турайс Можно отдавать эту сторону Смелая За пейтурой Нельзя найти Слишком Смотри, что ФНГ уже разминировал Две ХП уже нет Даже не успел в драку Подойти Там иллюзия умирает Все, умирает Минус страна И просто в бит Могут пойти даже Ничего не стесняясь Файвмен Никто им не запрещает Это дело Никобэби вышел Тут поймали Сфо После байбэка Сфо погибает На ровном месте Байбэк делает Лимп Но есть арена Конечно Никобэби получает лимп Никобэби Не будет уже Сандра Ну слушай, что Его просто бьют Сейчас умрет Ханя Яйцо Яйценко Нет Минус Яйценко Байбэки надо делать Нужно делать байбэки Иначе игра закончится Два байбэка еще делают Алайнс Драка продолжается Лимп погибает После байбэка Но тут слишком много контроля Как по мне Хекс очередной залетает ТБ ТБ просто не может драться Пытается убежать Никобэби Но просто дичайшее замедление Сандра Нет, Никобэби погибает Отправляется в таверну И на этом закончится Скорее всего Третья карта Ультра килл Рампажечку бы Напоследок Слушай, ну Пять мужчин Как из этого Пять мужчин Неожиданно Ну, я думаю Для меня Это прям Некоторого рода Сенсация Что пять мужчин Вот так Берут И выигрывают Элайнс Элайнс Выглядели как команда Ну Не, ну Далеко не фаворит Этого турнира Ну, как они уверенно С Виртуз Про Например Расправились Слушай, ну тут Но опять же Тут вопрос Пока только одна стратегия была У команды Five Men Которая сработала Это Арк Варден под Вингой Ну, пока вопрос Что Виртуз Про Тоже только с Элайнс Играли Просто Виртуз Про Завтра с пятью мужчинами Играть Слушай А, ну да Завтра, завтра А вдруг что произойдет Там Ну, Виртуз Про Еще Нави обыграли Было, да Я просто к тому Что, может быть Five Men И не так-то и слабы Как нам кажется Ну, нет Здорово Мне понравилось Да, да Ты прав Одна стратегия Рабочая Но С чего-то нужно начинать Москва не сразу Строилась Тоже нужно Вот Если уже одна стратегия Хорошо работает Дальше можно и вторую Прикрутить И третью И четвертую Ну, в любом случае Приятно было наблюдать Как красивая серия По итогу получилась Не удалось Этого Арка законтрить А более подробно Эту серию для вас Разберет наша аналитика Такое чувство За время Омега Лиги Появлялось уже Бесконечное количество раз Но у вас нет ощущения Что мы эту карту Смотрели Вот буквально Где-то час назад По-моему То же самое Абсолютно Ну, правда Здесь игра по-другому Немножко начиналась Все стояли и фармили Бесконечно долго И в результате Снова Аркварден Как выяснилось Что дистанция Из четырех игр Которые необходимо Сыграть Против этого персонажа Она еще пока не пройдена И в игре против него Альянс пока что Не научились А у них, кстати говоря Кстати говоря В группе-то все Не очень хорошо Один-два ребята идут Такая ситуация Такие дела Расскажите мне Ну, у них Синави У них ЧВП Нагонят Возможно Наверстают Слушайте, ну Опять Аркварден И ТБ не помог Ну, если ТБ Будет собирать МКБ Четвертым статом То Никто не поможет Я смотрел на замесы Так о том и говорю Мы же ту же игру С вами смотрим Там был Свен с Аганимом А тут МКБ не было То есть... Ладно, МКБ Берем пример Который уже работал У нас ребята играли Ну, допустим Точно играли Амегалил И кто-то еще В дивизионе Против Аркварден Просто Эбисол И ты Влезаешь в толпу И вот ты в мили И арена Очевидно Поляна не работает Потому что ты в мили Ну да Ты внутри И в итоге Конечно Это было Крайне эпичное Зрелище Драки В которых никто не умирал По долгому времени Да Вот у нас были замесы Где допустим Марс чем-то ставил Арену в одного героя Который при этом Мил эскейп Или допустим МКБ И в таких случаях Было профит Не просто кинуть копье Рядом с лесочек Арена была не нужна Это хороший пример Вот этот замес В итоге Яйцо Фениксов Никуда Арена Марса Никуда И потом В конце концов ТБ Опять же Вот в этом замесе Бегает без МКБ На это Трудно смотреть На это больно смотреть Как ТБ Пытается дамажить Там каждый раз поле Он вынужден забегать У поля маленький кулдаун Там еще и поле Может поставить иллюзии В конечном итоге ТБ Здесь часть замесов Вместо того Чтобы просто Вламывать Этому Арквардну Он просто бегал За ним Пытается войти в поле В итоге Хорошо Что Тинни-то забанили Получается Потому что был бы Тинни Бегать бы не пришлось Он как Винга Тинни это как-то Винга Даже мы недавно Видели стратку Винга Дровка И там они еще Взяли Тинни И было прикольно Видеть как Сначала Винга Сэйвит Дровку А потом Тинни Сэйвит Дровку Там либо откидывает Кого-то Или наоборот Подальше откидывает Дорейнджер Да и опять же Чего-то Марс Не зашел Да Марс не зашел Совсем не зашел То есть опять же Даже если он ставил Арену хорошо В целом не заходил Мне в один момент Надоело считать Сколькими копиями Он промазывал Вот Я просто что-то читал Потом думал Дыну его дать Не пошло Марс Ну да В общем говоря Короче По-хорошему Взять Написать ФНГ Типа Здорово Артем Как дела Чего в третьей карте Подрафт получилась Почему такая странная ситуация С тем что с Гримом Не синергирует никто Под Марс Ничего нет Ну и т.д. и т.п. А было видно Что у ребят Какое-то замешательство Произошло Потому что они Пика Гримстрока Все дополнительное время Уже потратили А это был третий пик То есть Да Это кстати Знаешь тот сам момент Когда Мирана Стала полезнее Гримстрока Только потому что Гримстрока Щит ну как бы Особо на крутого героя Не кинешь Потому что там два гильщика И здесь Мирана Была просто полезнее От того что она могла Дать инвиз команде И иногда закидывала стрелу Под чины Эмбера Ну или под сам Венги Или под скучу флюкс Там все-таки Какого-то хорошего замедления Или урона хватало Станов дизейблов И в очередной раз Выяснили кто сильнее Медведь или Черепаха В данном случае Эмбер Спирит В очередной раз выиграл Да В очередной раз У Эмбер спирита Все прекрасно на линии Но по игре Эмбер смотрится Ярко Да Забавно Можно будет Порефлексировать На эту тему Можно будет Да Видишь Вот Эйс Не зря играл в Сигретах Умеет до сих пор Нажимать клавиши Играет на этом На Арквардне То есть Уже наверное Не все молодое Но хорошее дарование И я немножко Опять же удивлен Что он долгое время Без какого-то Крепкого подписанного ста Которые там Дружно играют И пытаются побеждать Да В тени оставался Долгое время Хотя всегда был на виду То есть Ну Буквально не было Периода времени Когда есть Вдруг пропадал Из нашего поля зрения Все время где-то выступал Но и без результатов И без ничего А сейчас пока что Пока что Не так все плохо Ребята из Файфмен Идут со счетом 2-2 Получается В своей группе Но группу мы Чуть еще попозже посмотрим Одним словом Ребята из Дивайна Дают бой Да Но опять же Файфмен Вот сейчас Драка за жизнь Осталась в Виртуз Прой Если я правильно помню ЕГ проиграли Нави победили Здесь победили Давай проверю сейчас Пока нам группы показывают Собственно Файфмен Они сыграли Получается 4 игры уже У них остались Виртуз Про И все Очевидно Потому что у тебя все 5 игр Каждая команда играет Да Все верно Одним словом У ребят все не так плохо То есть в данный момент У них есть Перед ними Нигма идет Перед ними ЕГ идет И с теми И с другими Они уже сыграли У тебя специально Показывают табличку Да Я понимаю Это дикая борьба За третий слот Прям бешеная Там прям Три команды Они будут идти Ноздря Ноздрю Да Если ЕГ выиграет В сухую 5-0 Закончит То ситуация Для 5-менов Идеальная Потому что Будет условно 5-0 4-1 И они там 3-2 Это тот самый Заезжающий И остальные Будут иметь Всегда меньше В рамках же Если ЕГ Хотя в одну серию Проиграют То тут уже Будет драка За третий слот Потому что В идеальных условиях 5-4-3-2-1-0 побед И ЕГ могут Сделать 5 Нигма Сделать 4 Вполне себе Да Поэтому и Альянс Не все плохо И у 5-менов Отлично И где-то там Еще есть команда Нави У которых При идеальных Ситуациях Одна Игра поражения Им будет тяжело Это вылет Да Печальная история Хотя с другой стороны Опять же Формат группового этапа И Мортал Дивизиона Он таков Что Нави Не закончит выступать Даже если займут Последнюю строку По-моему С шестого места Сейчас в целом Я могу сказать Точно падают в Дивайн Шестой точек в Дивайн Да Шестой точек в Дивайн А просто пятый-четвертый Они что-то вдевают Что-то не вдевают Куда-то там В один слот В другой слот Короче Нави Если с последней строки Групповый этап закончат То мы их с вами увидим Вместе с Омега Лил Вместе с Хелл Рейзер Вот с такими ребятами С которыми мы в целом Нави и привыкли Видите Сайбериум Сид Да Сайбериум Сид Вот год назад Кому-нибудь скажи Что вот будет Нави Бороться за жизнь С командой Сайбериум Сид Мы бы спросили Кто такие Кто такие Сайбериум Сид Да А сейчас мы скажем Что велики шансы выиграть Это правда Это правда В группе Б пока Ну мы не успели посмотреть Началь трансляции В целом расклады по группам В группе Б у нас К настоящему моменту Матчей я так понимаю Побольше сыграно Сегодня будем Еще две игры Там смотреть С группой А мы на сегодня По сути закончили То есть В ней и ситуация интересная У нас складывается В ней и вариантов Завершения группового этапа Невероятное количество А в группе Б Все понятно в целом А я уже думал Димон сейчас скажешь Нет Все фигню несешь Все фигню несешь Но все правильно Одно другому не мешает Да Да И можешь сразу анонсировать Следующий матч Матч дня Который мы все С удовольствием И нетерпением ждем Это секрет викинг? Да Это правда кстати Я честно удивлен Несколько Тому как идут викинги В своей группе То есть Ни для кого было не секрет Что это команда В целом иммортал уровня Но тут они пришли такие И давай раздавать Налево направо В целом Была понятна их мотивация Еще с самого начала Они не скрывали ее Что мол Ребята Мы должны были сразу быть здесь И вот они сейчас на деле Это доказывают Но они как минимум Доказали это Они уже это доказали Как минимум победив Нипов Как минимум победив Да Ну просто да Это был самый принципиальный Матч группового этапа Наверное Потому что именно Нипы были как раз Под ударом Сейчас они уже доказали Многим другим организаторам Что все таки Их стоит приглашать А это не просто Какой-то стак Еще один западный Ну который просто играет Они уже показали Что они могут бороться На равных со многими Грандами Европы Да Ну и секрет В целом пока тоже Идут без поражений Одних Никто другого Ничего и не ждал В этот раз Не исключено Что возможно Все пойдет Не по их плану Хотя опять же Вперед забегать не будем Эта серия Нас в любом случае Еще ждет И под занавес Игрового дня У нас останется Заключительная Best of 3 Там у нас ребята Из Fly to Moon Которые тоже пока Начали за упокой Будут бороться с НИПами То есть по сути С главными аутсайдерами Группы Но впрочем ладно Этот момент еще настанет Обязательно друзья Сейчас пока у нас С вами на созвоне Игрок команды Five Men И в данной ситуации Это мидер команды Five Men Чесси Хеллоу Чесси Хеллоу Так как ты делаешь Скажи мне о этой серии Я имею После победы Как ты не можешь Не делать ничего Но хорошо Я делаю Очень хорошо Это была хорошая серия Да, ты вернешься Действительно Так что В первой мапе Ты получил Проблемы С Антимейджа В первую очередь Ты успел Счастливать Все линии Но потом Он Счастливал И Счастливал Какой команде Что ты делаешь Что ты думаешь Что ты думаешь Я думаю Было слишком много Дальше Мы просто пытались Счастливать Счастливать И мы ТП-счастливаем Дальше 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 На мапе Антимейджа Раджи И я думаю Это Немного Немного Мы не Дальше Счастливаем Дальше 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 ТП-счастливаем Дальше Здорово Немного Дальше Дальше Так Поднім Дальше Откуда Дальше 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 ¿ На sak does Ты думаешь Уберите Д пальцев Покали Удع Полит Не Думаю Конечно Знаю Дальше Дальше Конечно, потому что мы не победили, и мы не смогли их уничтожить в Кроносфере несколько раз. Но опять же, я думаю, что мы уничтожили 10 000 gold, и мы сделали ошибку, когда мы Т-пили наш феникс, и мы остались, и мы были немного хоккей, и они просто уничтожили, и уничтожили нас 5-3, и уничтожили наш целый лид. Я думаю, что уничтожение в Кроносфере будет достаточно, если мы не делаем ошибки, которые мы сделали. Окей, и поговорим о последние две карты, это были первые две игры, которые вы играли с Аркварденом. Вы были инспирены от ваших предыдущих противников? Да, абсолютно. Мы играли против Иснегма, и они выбрали Аркварден, и мы пытались выиграть против него, и мы подумали, что вы делаете против него. Поскольку мы выбрали Феникс, первое, они отвечают с каким-то героем, и этот Аркварден просто становится очень хорошим. Мы думали, что вы могли играть Феникс-Марс против него, например, и это именно то, что они сделали для нас в 3-3, и это был один из самых лучших ответов, и это еще не так плохо для Аркварден. Аркварден все еще хорошо. И я думаю, что многие команды думали, что Даркстер будет хорошо против Аркварден, потому что вы просто перебрали через всю фронт-лайн, и вы получили Аркварден в бак-лайн, но это очень сложно, чтобы вы получили этот героин. Даже если он имеет 900 health, я думаю, в левел 1, как уровень Аджи. Это ужасно. Да, абсолютно верно. Я думаю, что это все. Спасибо большое, что присоединиться с нами, и удачи дальше. Спасибо большое. Пока-пока. Чесси. Красивый. Говорливый. Неожиданно, кстати. Хороший парень, надо будет как-нибудь с ним пообщаться еще. Недавно смотрел просто видос про дипфейки, где мужик накладывал себя, говорится, на разных этих политических лидеров, деятелей и так далее. И вот очень похожа была картинка, что он как нейросеть проработан и просто разговаривает. Так, теперь к разговору о том, о чем мы с ним поговорили. Собственно, спросил, что произошло на первой карте. В целом, ответ он дал довольно развернутый, но если его несколько сжимать, то очень много тэпались, очень много принимали драки и отвлекались на вещи, на которые отвлекаться в целом было не нужно. И за счет этого антимагу удалось нафармить. Митя мне за кадром посоветовал спросить, не была ли у них проблема с нехваткой урона в купол. Я задал ему этот вопрос, он сказал, что он так не считает, потому что если бы у команды все складывалось хорошо, то проблемы бы с этим не было и под куполом бы герои умирали. По-моему, посыл был примерно в этом. Посыл примерно в этом, но я ничего не понял. Я понял, да. Акцент у Чесси скандинавцев. У меня не акцент, очень тихо просто было. А, понял, все, исправим в другой раз. В общем, а дальше, что касается Арквардена. У этих ребят Арквардена в пиках еще не было ни разу за время турнира. Я спросил, откуда этот герой взялся. Чесси сказал, что да, ребята остались очень вдохновлены после прошедшей серии Снигмы, которая, по-моему, вчера же состоялась у нас. Посмотрели, адаптировали и сегодня вот исполнили. Герой, якобы, очень сильный, у него есть большое количество плюсов, по которым его, в целом, можно брать в драфты. И, по-моему, для нас, для всех, это прекрасное подтверждение того, что не нужно слишком долго тренироваться на каком-то отдельном герое, чтобы он в какой-то момент у команды появился. Не согласен, исключительно из-за того, что вот, смотри, допустим, ты сыграл 200 игр на бруде, пришел в новую команду, с командой еще не тренировался, но 200 игр у тебя сыграны. А здесь Эйс сыграл на парня уже лет сто. Да, ну, в целом, это правда, но в команде он пока не появлялся. И вот появился. Five Men одержали победу в своей Best of 3 серии. Друзья, заходите на dota2.ru.gg, если хотите еще больше, обсудить эту игру и написать свое мнение по ее поводу. У нас впереди вторая Best of 3 серия. Пауза будет совсем короткой, поэтому далеко не уходите. Ребята继